Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 38 тура серии А Сосола-Лацо. Встречаются 8 и 6 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют да и 8 раз на тотал больше. Последние 5 очных матчей были на обе забьют да, последние 4 на тотал больше. Последние 3 закончились на 2-1. Сосола без побед над Лацо в последних 4 домашних матчах. Статистика команд. Сосола последние 4 матча отыграл на обе забьют да и последние 3 на тотал больше. Сосола забивал в последних 12 матчах. Лацо последние 4 матча отыграл на тотал меньше и обе забьют нет. Лацо проиграл последние 3 выезда, последние 2 на 0-2. В минувшем туре Сосола обыграл 3-1 Парбу. Гости ожидаемо владели инициативой, но счет открыли только с левого пенальти. Бруно Алвеш ответил очень красивым голом, который, быть может, войдет в десятку лучших голов сезона. В тайме втором Сосоло реализовал свое преимущество, забив еще дважды. Парма свои моменты реализовать не смогла. Лацо на выходных проиграл Роме 0-2, а среди недели сыграл 0-0 старина, не реализовав колоссальное игровое преимущество, включая пенальти, и оставил тем самым туринцев серии А. Очный матч первого круга выиграл Лацо 2-1. Римляне в игре с Сосоло имеют большое преимущество, очень удачно играя именно выездные матчи. Однако в этом сезоне Лацо не очень играет на выезде, аж 8 поражений. Правда, и Сосоло дома тоже не блещет, всего 6 побед. Команды к этому матчу подходят с противоположными сериями. У Сосоло идет длинная забивная серия, но это нормально для Нереверди. А у Лацо наоборот длинная низовая нулевая серия, что не очень характерно для этой команды. Команда Инзаги не забивала в последних двух матчах, причем в обоих этих матчах можно говорить о некой доле невезения, как-никак, а пенальти в ворота Торино надо было бы забивать. Сосоло продолжает оставаться одной из самых веселых команд в серии А. Правда, уход Дедзерби может в корне изменить ситуацию в следующем сезоне. По ходу эта игра должна бы получиться результативной. У Лацо должно наконец-то полететь, а Сосоло и так забивает регулярно. А вот победителя здесь угадать сложновато. С учетом коэффициента можно взять не проигрыш гостей, которым явно не перло в последних двух матчах. К тому же Сосоло является очень удобным соперником для римлян. Из связки ставок Total больше обе забьют до Х2, самый высокий коэффициент стоит на Total больше 3,5, 2.18. На Х2 1.95, на Обе забьют до 1.43. Конечно же, самая ожидаемая ставка идет вариант Обе забьют до. Но коэффициент маловат. Вариант с Total больше 3,5 должен бы зайти. Но 4 гола это такое дело. У Сосоло последние две игры уже прошли на Total больше 3,5. Хотя в этом сезоне у Нараверди были и более длинные серии на Total больше 3,5. С учетом того, что Лацо отыграл 4 матча в ноль, можно ожидать, что здесь хотя бы трешка должна залететь. Но скорее всего должно бы залететь больше. Вариант с Х2 очень перспективен и имеет высокий коэффициент. Лацо в этом сезоне никогда не играл 3 матча подряд, в которых бы взял менее 2 очков. Поэтому здесь гости не должны бы проиграть. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Здесь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.